Когда закончится бойня между славянами? Нет, друзья мои, это бойня не между славянами. Я хочу сказать вам, что данная бойня является нападением Российской Федерации на территорию Украины. Большая страна, под поводом того, что на нее хочет напасть маленькая страна, неразумно согласитесь, решила, что она должна прийти в эту страну и защитить русское население. Причем она решила это делать, бомбардируя города большие. При этом расстояние между Донецкой областью и Киевской больше тысячи километров. Таким образом, как могло помочь восстановление Донецкой области, если бомбардировали Донецкую область, Харьковскую область, и Киевскую область, и Луганскую область, и Львовскую область, и Черкасскую область, и так далее, Сумскую область и так далее. То есть это не бойня между славянами, это нападение Российской армии, Российской Федерации на Украину. По поводу Бомбаса и Донецкой республики хочу сказать вам, что Донецкая республика в свое время была процветающей областью и там пришли террористы, которыми был Стрелков Гиркин, Гиви и так далее, которые были солдатами и военнослужащими российской армии, которые сделали все для того, чтобы перевести в ранг террористической организации данную страну. После этого привезли туда русские танки, затеяли там русский мир и распилили и вывезли заводы и то, что там было, большие торговые центры, заводы, там все, что можно было, сделав сейчас вот этот кусок земли абсолютно нищим, бедным и ужасным. И конечно же это все сказали, что это все делала Украина, обвинив как всегда, как и сейчас происходят эти обвинения, конечно же Россия напала на Украину, но Украина сама себя бомбит. То есть, а смысл тогда России здесь, пусть не бомбит нас и уходит, тогда мы справимся. Пусть выведет Российская Федерация войска из Украины, уже русские, которые были искренне русскими, уже ненавидят русский язык и на нем разговаривать не хотят. Вот, домилитаризировались. Продолжение следует...